Объединенный институт проблем информатики Национальной Академии наук Беларуси в 2019 году занимался достаточно большим количеством разработок в области информационных технологий. Основными достижениями в этой области являются создание новых суперкомпьютерных технологий в образовательном сегменте, создание IT-платформ для повышения эффективности туризма, электронные аудиогиды. Сейчас создана и эффективно работает интеллектуальная система прогнозирования ранних и поздних лейкозов у детей в наших центрах, созданы другие интеллектуальные системы, создана единая клиническая лаборатория, которая позволяет объединить на единой базе данных все анализы, все граждан, получаемых в различных лечебных заведениях нашей страны, что очень удобно и врачам, и гражданам, соответственно, не надо брать дополнительных справок. Достаточно уже неплохо и уже активно используется система электронного рецепта. За последний год уже выписано более 10 миллионов электронных рецептов. Реализация их также высока, что говорит о надежности наших современных информационных технологий, реализуемых для нашего населения. Радиофотоника – это новое направление, которое активно развивается в мире последние несколько лет. Нам удалось создать целый ряд устройств, которые позволяют радиотехнические высокочастотные сигналы преобразовывать в оптический модулированный сигнал. Дальше я бы отметил наши работы в рамках инновационно-промышленного кластера, который мы создали. Это микрооптовая свеча электроника, это работы совместно с интегралом по созданию фотоприемников, фотоприемные устройства. Это вся оптико-электронная аппаратура. Разрабатываем миниатюрные устройства регистрации радиоактивного излучения, ультрафиолетового излучения. Это и вакуумный ультрафиолет, и более близкий ультрафиолет. Например, это важно для космических исследований. У нас разработаны целый ряд датчиков, такие датчики, как датчики температуры, влажности. Эти датчики довольно миниатюрные, они размером, скажем, нескольких квадратных миллиметров. Конечно, мы скоро завершим работу над созданием тепловизионной техники. Тут тоже есть определенные успехи у нас. Я думаю, что мы сделаем такое достаточно большое импортозамещение. Продолжение следует...